Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире программа «Добрый день» и мы, её ведущие, Дмитрий Бурлаков И учёный-пёс Пифагор Сегодня, 15 октября, мы рассказываем о событиях этого дня Пифагор, у меня к вам вопрос, как к эрудированному псу Да-да, слушаю Кто такой меценат? Меценат? Легче лёгкого Меценат Гайци или нет? Известный политический деятель Древнего Рима Ну вот, и компьютер говорит то же самое Располагая огромным состоянием, оказывал поддержку представителям искусства Благодарю вас, но я, признаться, спрашивал не об этом Вероятно, я неправильно сформулировал вопрос Я хотел узнать не кто такой меценат, а, ну, так сказать, что такое меценат? А на этот вопрос я тоже отвечу Меценат – это богатый покровитель наук и искусств Совершенно верно Именно таким был человек, о котором наше первое сообщение 15 октября 1841 года родился знаменитый русский предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов Его отец был крупным купцом, акционером Московской Ярославской железной дороги После кончины отца Савва унаследовал его дела и стал директором этой железной дороги Да, ну, надо сказать, что до этого назначения предпринимательство совсем не увлекало Мамонтова Но бросить это важное дело он не мог Он продлил Ярославскую дорогу аж до Архангельска И, что примечательно, не стремился при этом к выгоде Он считал, что эта дорога необходима стране Савва Мамонтов был талантлив во всем И в делах, и в искусствах Он занимался скульптурой, писал либретто для домашних спектаклей Выступал в них в качестве актера и режиссера Но главный его дар состоял не в этом Мамонтов обладал удивительной способностью разглядеть чужой талант задолго до того, как это становилось очевидно для всех Его усадьба Абрамцева, которая раньше принадлежала семейству Аксаковых Стала настоящим центром художественной жизни России Твой дом, как и сердце твое, был открыт для всех нас Не твое богатство манило нас А то, что в твоем доме мы, художники, чувствовали себя объединенными, отогретыми, бодрыми духом Вот так писал Мамонтову скульптор Марк Антокольский И это действительно было так Атмосфера Абрамцевского кружка настраивала художников на творческий лад А результаты говорят сами за себя Серов написал здесь девочку с персиками Воснецов свою Аленушку Многие работы создавал здесь Репин В Абрамцево подолгу жили и работали Нестеров, Поленов, Коровин, Врубель Да, великолепные художники! Слава русского искусства! А вот тот художник, которому посвящено наше следующее сообщение Десять лет своей жизни посвятил русской воинской славе Но сам этот художник был англичанином 15 октября 1829 года скончался английский живописец Джордж Доу Написавший портреты для военной галереи Зимнего дворца Как же так получилось, что англичанин писал портреты русских героев войны 1812 года? А вот как! На конгрессе глав стран Священного Союза Он был представлен русскому императору Александру Первому Ну а тот, зная, какой Доу хороший портретист Пригласил его в Петербург Десять лет прожил Доу в российской столице А за это время им вместе с его русскими учениками Было выполнено 333 портрета Доу так неутомимо работал, что почти никуда не выходил И ни с кем не общался Он только и делал, что стоял за Мольбертом Кстати, он писал портреты не только героев войны 1812 года Но и многих знатных петербуржцев Они делали ему заказы Благодаря этим портретам мы теперь знаем Как выглядели императрица Александра Федоровна И великая княгиня Мария Павловна Генерал Раевский и граф Милорадович А вот портрет нашего следующего героя Никто не писал Может быть, его имя вообще знаком немногим Тем более, нам стоит о нем рассказать Уж очень замечательный был человек 15 октября 1863 года Родился Петр Кузьмич Козлов Среди исследователей Центральной Азии Он занимает одно из самых почетных мест Когда Петру Козлову было примерно столько же лет Как и вам, дорогие телезрители В ореоле славы был путешественник Николай Михайлович Поржевальский Молодежь с восторгом читала увлекательные описания Его путешествий И ни один юноша загорелся мечтой О таких же подвигах Среди них был и Петр Козлов Каково же было его, мало сказать, удивление Потрясение, когда перед ним предстал сам Поржевальский Это случилось летним вечером В родной деревне Козлова В Смоленской губернии Поржевальский приехал сюда Чтобы подыскать тихий уголок Где он мог бы писать свои книги Так вот Как писал об этой встрече сам Петр Козлов Тот день я никогда не забуду Тот день для меня из знаменательных знаменательный Так состоялось их знакомство Которое потом переросло в настоящую дружбу Козлов принял участие в экспедиции Поржевальского в Северный Тибет За ним последовало несколько самостоятельных экспедиций Козлова Всего их было шесть Особенно знаменито его пятое путешествие В песках пустыни Гоби Козловым был открыт Мертвый город Харахото Ценнейший археологический материал Дало это открытие При раскопках была обнаружена библиотека В две тысячи книг На неизвестном языке Ну позднее определили Что это тангутский язык Ни в одном музее Ни в одной библиотеке мира Нет сколько-нибудь Значительной коллекции книг На этом языке Наши ученые исследовали эти книги И сделали вывод Что они Наследие блестящей Но недолговечной цивилизации тангутов Уничтоженной Чингисханом А материалы других экспедиций Петра Кузьмича Козлова Исследуются по сей день Так они многочисленны Переходим К последнему сообщению Нашей сегодняшней программы 15 октября 1919 года В Москве На базе бывшей Шереметьевской больницы Была образована Центральная больница Неотложной помощи Сегодня она называется Научно-исследовательский институт Скорой помощи Имени Склифосовского История его началась Больше двухсот лет назад Когда граф Шереметьев Построил на Сухаревской площади Странноприимный дом На 100 мест И больницу на 50 мест Первый параграф Устава гласил Первый параграф Устава гласил Оказывать помощь Бедным и убогим Не спрашивая Роду и племени Во время войн Странноприимный дом Превращался в госпиталь Он принимал раненых И Бородинского сражения И Крымской И Русско-японской И Первой мировой И Великой Отечественной войн А сегодня Институт скорой помощи Имени выдающегося Хирурга Николая Васильевича Склифосовского Это крупнейшее Лечебное учреждение Москвы По оказанию Экстренной помощи Слава, слава Айболиту Слава добрым докторам Так бы я Завершил это сообщение А вместе с ним И нашу Сегодняшнюю программу А как же поздравление Именинников Ах, ну да Как же я мог забыть Сегодня мы поздравляем С Днем Ангела Тех, кто крещен Во имя благоверной Княгини Анны Кашинской Блаженного Андрея А так же Праведного воина Феодора Санаксарского С праздником вас Дорогие друзья Многое вам И благая лето Ну а теперь Подведем итоги Дмитрий, прошу вас Благодарю вас, Пифагор Итак, 15 октября 1841 года Родился знаменитый Русский предприниматель И меценат Савва Иванович Мамонтов В этот день В 1829 году Скончался английский художник Джордж Доу Автор портретов героев Войны 1812 года 15 октября 1863 года Родился выдающийся Исследователь Центральной Азии Петр Кузьмич Козлов И в 1919 году В Москве На базе бывшей Шереметьевской больницы Образована Центральная больница Неотложной помощи Нынешний Институт Скорой помощи Имени Склифосовского И на сегодня Это все До завтра И пусть ваш день Будет добрым